здравствуйте дамы и господа с вами как всегда бы это в этом видео мы с вами разберем важную тему в игре тарисленд это нанесение урона если вы играете за т.д. дамаж дилера а то есть за класс который дает урон принципе каждый класс может давать урон классов много а у всех есть билды д.д. ну и как же собственно сделать так чтобы вы были в топе вот и я хочу сказать что нет в игре плохих классов если вы активный игрок вы играете в подземельях рейдах вы всегда видели в общем-то разные классы в топе по урону вот не знаю какие классы чаще там находятся какие реже вот в целом могу сказать что каждый класс способен наносить огромное количество урона просто нужен правильный подход и нужно кое-что знать в этом видео как раз расскажу вам все что знаю об этой теме но и также про свой класс разбойник рога или теневой мечник как его еще называют самое важное это ваш гир ну то есть вещи на которые на вас надеты если на вас хорошие вещи то соответственно вы способны в теории но не факт давать топовый дпс на вещах естественно должны быть нужные статы для вашего билда это вот эти усиленные атрибуты особые способности нужны а вот с этого и предметы собраны ну и уровень предметов должен быть актуальным или это в данный момент сотка дальше будет 110 дальше ваши предметы должны быть вставлены самые топовые камни в данный момент ну это синие можно как бы разжиться еще вот такими кристаллами но они в данный момент легко зарабатываются только из боевого пропуска боевой пропуск как вы знаете плат далее это укрепление укрепление в данный момент самые крутые это вот такие вот вот то есть руны 3 уровня для этого нужны они сейчас дорогие ну и все ходят в синих у кого есть такие то ты естественно вообще прям о overpower а вот кому удалось такие закрафтить или в общем-то купить на аукционе у кого есть золото следующая это то что когда вы играете в рейде или в подземелье вы обязательно должны с собой брать какую-то бутылку выпивать ее которая дает баф на 30 минут и дает основной стат для того чтобы вы дамажили то есть в данном случае у меня это коэффициент комбо и атака я в другом билде это крит допустим вместо коэффициента комбо выбиваем зелье потом мы кушаем еду естественно которая также нас бафает ну или если в вашем рейде раздают вот такую чашу зелий вот то есть вы тоже тут кушаете ее да и соответственно бафаетесь получаете еще плюсик к урону также вы можете использовать рыбу которую ловите которая тоже будет бафать ваши статы тут есть довольно таки полезные типы рыб под ваш билд можете его найти просмотреть ну и в момент буста когда вы бьете босса максимальными своими скилами они все на откате были да а вы перед этим принимаете зелье на 10 секунд это атака плюс коэффициент спецификации то есть это отдельное зелье которое даст вам баф естественно вы должны прокачать правильно камень начертания под ваш билд ну и соответственно здесь нужно еще вставить правильные эмблемы прокачать их на максимум подобрать их чтобы они бустили соответственно вот эти узлы соседние чтобы был еще бонус плюс один к уровню вот у меня кстати таких нет нужны мне искать их вот ну и а правильно составить свой билд в разделе таланты а вот здесь вы сможете в общем-то все распределить чтобы выдавать максимальный дпс естественно нужно использовать отдельные в общем-то навыки которые будут повышать этот урон а вот по цели в разделе воинское звание можно это принципе посмотреть вот какие навыки что дают вот увеличенный урон на 20 процентов пожалуйста тут у нас противники получать на 20 процентов больше урона таким образом вы будете давать овер до хрена уронов пвп как узнать какие вещи вам нужны как правильно прокачать камень камни начертания какой билд а вот будет для вас самым лучшим а ведь все мы играем за разные классы для этого а у нас есть специальные разделы во первых у нас есть раздел завоевание и раздел арена здесь у нас находится топовые игроки которые играют за разные классы этим топом вы можете пользоваться в данном случае я играю за разбойника то есть я могу найти какого-то топового разбойника и каких-нибудь там самых первых топовых разбойников в этом топе а вот нажать кнопочку сведения ну и посмотреть какие у них в общем то вещи какие у них билды но нужно смотреть в тот момент когда они играют в пвп то есть в момент проведения арены заходите в этот топ а ну и смотрите у них скорее всего будет билд как раз который заточен под пвп то есть включен здесь вы можете просмотреть в общем-то ветку начертания то есть как у них тут чего раскидано да ну и также здесь можно просмотреть в общем-то навыки как у кого раскиданы просматривая несколько игроков вы сделаете для себя какой-то вывод а потом изучив в общем-то как работает ваш класс какая ротация вы подстроите билд под себя это что касается пвп что касается пве в целом можно заходить в раздел рейды и тут есть вот такой значок нажимаем на него и тут у нас топовые ребята вот которые проходят рейды очень быстро с топовых гильдий здесь классы указаны вы просто-напросто выбираете разные разделы смотрите свой класс то есть открываете его ну и в общем-то просматривайте с чем человек играет в данном случае я так понимаю человек играет это он находится в пвп билде в данном случае вот ну и соответственно его ветку начертания тоже можно скопировать одной кнопкой вот тут принципе все понятно то есть есть еще один топ это топ пв ешеров на этот раз вот здесь можно просматривать игроков кто с чем играет ну и наверное момент который как бы сложно где-то узнать это правильная ротация вашего класса то есть как правильно нажимать кнопочки чтобы выдавать максимальный дпс как это узнать но об этом вы можете узнать на ютубе из личного опыта спросить у ваших сокланов у топовых игроков или еще у кого-либо да то есть узнать правильную ротацию навыков я расскажу допустим за свой класс и я не профессионал как бы и я к этому пришел в данный момент и развиваю эту тему для того чтобы замерить свой дпс научиться чему-то отточить свою ротацию скажем так протестировать есть у нас каньон анкаша и здесь вот племя анкаша но я думаю с этой локации вы знакомы вы попадали сюда на старте игры здесь вот стоит tauren у него над головой непонятный значок нажимаем и входим на испытательный полигон это то место а точнее это одно из тех места где можно все протестировать но здесь никого нет здесь не будет у вас лагать никто вам не будет мешать здесь есть в общем-то манекен для хила здесь есть обычный мобик типа и в общем-то босс на котором все это дело вы будете тестировать и изучать а теперь про рогу и в общем-то ротацию как нажимать кнопочки у разбойника есть несколько билдов это хитрость и дуэль вот хитрость билд подразделяется на два типа это хитрецы которые играют через удар двумя клинками и хитрецы которые играют через в общем-то призрачную сеть через призрачную сеть никто не играет в пве через в общем-то ударными клинками играет в пве большинство вот мы кто играет на в этом билде в общем-то данный билд вы можете посмотреть у кого-то потом под себя подкорректировать когда разберетесь ну и вообще в чем заключается суть данного билда хитрость на ядах я сразу скажу мне этот билд не нравится вот он слишком замороченный за много чем нужно следить вот ну и в общем то он сложнее чем другой но начнем с сложного в общем у нас есть вот такая бутылка и на самом деле эта бутылка является ничем иным как скорпионом то есть есть тело скорпиона где показывается ваша энергия есть хвост скорпиона где показывается очки яда где есть хвости который горит когда на враге в общем-то отравление и есть в общем-то вот такие клешни, которые показывают, когда у вас, в общем-то, намазано оружие ядом. Это тут очень много информации. Что касается самого принципа работы. Намазывание ядом, я буду по-простому рассказывать, чтобы всем было понятно новичкам и тем, кто не разобрался вообще. Намазывание ядом, метка на цель, в общем-то, отравление цели, когда вот рамочка, вот, два навыка на стаке яда, когда хвостик заполняется. То есть, как все происходит? Во-первых, вы мажете оружие, вы закидываете метку на врага, при этом, благодаря навыкам, вы быстро накапливаете в общем-то, хвостик, вот кьюшку жмете, и хвостик сразу весь заполненный. У нас навыки, которые генерируют в общем-то, очки яда, у нас их два. Этот единичку генерирует, этот двоечку генерирует. Ну, то есть, вот, когда мы бьем ешкой, у нас хвостик на один заполнился. Когда мы кьюшкой бьем, хвостик заполнился на два, да? А ркой мы этот яд сливаем, да? То есть, сливаем этим ударом. Вот, все вот так вот происходит. Когда мы используем ф1, потом кью, у нас хвост уже весь заполнен. вот, то есть, вот этот, потом этот. И мы уже можем отравить противника, да? На р он отравлен, и когда он отравлен, этот удар, кьюшка, наносит дополнительный урон. Вот. И наполняет нам двое, два яда. И мы на ркой сливаем. Когда кончается, опять кьюшка, и опять рка. Если кьюшка на кд, ешку жмем, когда в рамочке, это бесплатное применение без затрат энергии. А вот, и опять сливаем. Вот, потом кьюшка. Ну, в общем, покажу сейчас более детально. Бафнулись. Метка. Заполнили хвост. Отравили. Добавили 1 очко яда. Слили яд. Потом добавили 2 очка яда. Слили 2 очка яда. Потом еще 1 очко яда добавили. Слили, в общем-то, 1 очко. Потом 2 добавили. Слили. Вот. Потом 1. Ну, в общем, вы поняли, да? То есть, мы очки яда добавляем вот этими. сливаем вот эти. Потом это восстановилось, вот эта штука. Добавляется возможность быстро заполнить хвост и опять отравить цель, продлить вот это дело на 20 секунд. В общем, ДПС вы, в принципе, можете видеть вообще, как это все будет работать. Разгоняется билд довольно быстро, он довольно удобный и в целом главное следить за тем, сколько яда на в общем-то цели главное, чтобы на цели были очки яда, ребят, чтобы R-ку могли эту все время использовать, если только очка яда пропадает, а то добавляем E-шкой или Q-шкой. Q-шку постоянно мы держим в кулдауне. Вот, то есть работает это именно так. Тут, если, так сказать, напрячься вот в каких-то задротских рейдах делать все максимально быстро то, как вы видите, ДПС намного может быть выше. Вот, можно прям, вообще, прям люто, прям нагибать. Главное, следите за ядом, ребята, следите за ядом. Там 3,504 можно в общем-то, спокойно главное, вот продлили отравление и погнали в общем-то дальше. Ну, я думаю, ситуация ясно. В общем, я сломал обманекен оружие. Хорошо. Молодец. Очень сильно старался показать вам нормальный ДПС. В общем, дальше двигаемся. Билд дуэль. В навыках в этом билде все, что слева, это у нас спектральный удар, это у нас ПВП, все, что справа, это ПВЕ. В основном все играют именно так. Вот. Дело в том, что у нас вот эта веточка дает больше мобильности и больше взрывной урон. Ну, что может ваншотнуть просто цель сразу. Правая ветка тоже дает отличный урон. При проках тоже, в принципе, может ваншотнуть цель в ПВП, но меньше мобильности. Вот. Поэтому правый билд больше используется для ПВЕ. Вот. Как используется? В общем-то, билд дуэль для ПВЕ. У нас есть рулетка, у нас есть красный сектор, на котором, когда указывает стрелочка, ну, меч этот, нужно сливать Р-ку, яростную атаку, и там просто мощный удар. А также на красном можно сливать Ф-ку. То есть, это дальняя атака кидает звездочку. Вот. Когда на красном больше урона от звездочки. Плюс к этому, когда ты кинулся этот сюрикен, да, звездочку, не знаю, у тебя все ячейки красные, ты можешь долбить, в общем-то, вот эти две кнопки и дамажить много-много-много-много. Вот эта штука, она добавляет урона, как баф, и сокращает время восстановления вот этих навыков. Вот. Ну, в целом, эта штука полезная, но на бусте она не особо помогает, то есть, в начале. Вот. Но сейчас покажу, в целом, как что работает. Подходим к боссу. В общем-то, мы должны сначала вывести нашу стрелочку на красное. То есть, в этом ключ, это когда на боссах. Вот. То есть, ну, можно, конечно, действовать и по-другому, но желательно сделать именно так, чтобы у вас был больше буст. То есть, на кьюшку мы прокручиваем две ячейки, на ешку прокручиваем одну ячейку. То есть, вот она одна крутится, на кьюшку две крутятся. Мы видим, что нам нужно всего лишь на одну докрутить, мы ешку юзаем. Вот. Докрутили. Теперь мы используем F2, F1, кидаем эту звездочку, у нас все станет красное, и мы долбим, в общем-то, на все. То есть, делаем так, 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 и начинаем долбить. Кьюшку можно использовать два раза подряд, потом она уходит на кулдаун, мы ешку один раз прожимаем, и опять кьюшку, да, снимаем ее с кулдауна, и дамажим. У нас растет ДПС. Вот, как-то так. Что касается каких-то жестких врывов на цели на поле боя, то есть, какой-то мобик идет, там, не знаю, надо что-то быстро убить, то мы не ждем, пока выведется на красный сектор, мы сразу F2, F1, у нас все красное, и долбим вот этим. Выглядит это так, F2, F1, потом R, кьюшку два раза, потом ешку один раз, и еще кьюшку, потом ешку, и еще одну кьюшку раз должны успеть. Вот, и как видите, ДПС впечатляет. Очень-очень-очень приятно. Вот, это такой, скажем так, лютый врыв на какого-то мобика, но это если вы не на кулдауне. Обычно вы всегда на кулдауне, так что об этом просто нужно знать. Вот, что так можно. В идеале, конечно же, подошли к боссу, один раз нужно покрутить, нажали E, прокрутилось один раз, бафнулись, F1, R, потом кью, кью, е, кью, у нас звездочка кончается, но мы еще один раз кью успеем. Вот, и соответственно, мы за этот период времени выдаем большой ДПС. выглядит это в идеальных условиях, примерно вот так. Вот, то есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот уже там восемь тысяч, хорошо пошло, вообще пошло, поехало. Вот, ну, тут главное не путаться, я бывает путаюсь, конечно, но, я думаю, прикол поняли. Что касается ПВП, тоже, я думаю, будет интересно, затрону эту тему. В ПВП разница вот с этим билдом такая, что, когда мы используем сюрикен на кью, мы можем сделать блинг к цели. Да? Когда цель убегает, мы можем использовать вот эту штуку, быстрый шаг, делать еще один блинг к цели, обездвижить ее. И за счет этого получаешь большую мобильность, плюс к этому ты быстрее бегаешь в этом билде. Вот, иногда, когда ты нажимаешь shift, бежишь, и люди пишут тебе, ты что, спринт включил? Нет, спринт не нужен, рога и так быстро бегает, и всех догоняет. Вот, так что все хорошо. Вот, ну и за ПВП шара в билде со спектральным ударом, то есть, напомню, это в навыках. Левая веточка. Происходит так. Бафаемся, кидаем звездочку, телепортируемся к цели, жмем R, Q и E. Все. 10 тысяч ДПС мы получаем за коротенький промежуток времени. То есть, если это 3 секунды, то это уже 30 тысяч, да? Если там что-то прокнуло, то это больше. Вот. И получается, что мы прям нормально так, да? Нормально так и играем. Ну и в целом в ПВП можно просто добегать до цели, долбить ее, она начинает убегать, а мы к этому времени, пока цель понимает, что мы ее бьем, да? У нас уже на красный сектор вышло все это дело, да? И, соответственно, мы на убегающую цель делаем вот эту штуку, да? Телепортируемся к ней, ну и все, и долбим. Цель опять убегает, а мы такие раз к ней еще раз телепортируемся и уже добиваем просто-напросто. Это у нас такую жирную прям цель и глупую. Вот. Если цель умная и она нас не подпускает, то есть, ну, бывает в ПВП толпа на толпу, да? И вы видите, кто-то там по ХП проседает, вот у него мало ХП, у него пол жизни там, или вот его начали бить, или вы это видите, да? То вы просто-напросто подбегая немножечко, где-то там, прыгая с транспорта, даже если, когда вы на транспорте ездите, вы прям с транспорта можете использовать вот это все дело, влететь и, в общем-то, просто уничтожить любого. Вот. Он даже не успеет понять, что с ним случилось вообще. Вот. И после этого вам уже дальше нужно думать, что делать. Там инвиз, может вам нужно зайти, да? Может вам нужно попросить помощи у хилов, там где-то, ну, чтобы к хилам двигаться, чтобы вас подхилили, если вас заметили, начинают фокусить, да? Вот. А также бывают варианты, что, ну, можно использовать разные навыки, типа дыма вместо инвиза, да, там, допустим. Вот. Ну, тут вариантов довольно много. Можно спринт поставить, врубить, убежать быстро. Вот. Можно, наоборот, продолжать всех гасить и уничтожать. Вот. Ситуации бывают разные в PvP. А вот. То есть, в PvP-билде просто-напросто баф, F1, телепортация к цели, урон, урон и еще раз урон. Все, вот это пока крутится, вы можете ешку дальше долбить. Вот. Может быть, и кьюшка еще раз успеете. Вот. Ну, и вы наносите довольно много урона. Главное, сделать это быстро, будет больше ДПС, а больше урона в секунду вы нанесете. Все. Вот так вот работает PvP. Надеюсь, данное видео было для кого-то полезным, для тех, кто играет за рогу, для тех, кто вообще хочет наносить много ДПС за любой класс, где посмотреть билды там и все в такое, а вы, в общем-то, теперь знаете. Играйте хорошие игры. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok